Приветствую всех на канале Михаил Илюшин в рубрике улица Саратова. Сегодня будет улица Кутикова, одна из центральных улиц города Саратова. Начинается от улицы Радищева и заканчивается в вокзальном поселке. Вам покажу участок Кутикова от Радищева до Откарской. Ну и как бонус при вокзальной площади еще покажу в конце. Кутиково двухстороннее движение. Не обольщайтесь, сейчас видите, что машин нет. Это был 10 января, в воскресенье я выехал, снимал. Так что здесь всегда она загружена. С обоих сторон машины стоят, даже и знаки стоят, что нельзя по четным и нечетным стоять, останавливаться. Ну, ставят люди. Продолжаем движение. Сейчас пересекли мы улицу Максима Горького. Сюжет есть, можете посмотреть. Проехали сейчас Инбирскую тоже. Вот выход на как раз Кутиково спускаться, если сверху. Дальше подъезжаем к улице Вольска. Сюжет также есть. И здесь, будьте внимательнее, стоят камеры на пересечении стоп-линий. Даже их видно. Дальше мы проезжаем. Ну, здесь в центре небольшие кварталы и квартала в горении, как правильно поставьте. Так что следующий будет Чапаево. Здесь в рабочие дни я вам не советую ездить. Здесь всегда поворот налево. Автобусы подмаршрутные. И постоянно здесь заторы. На маленьком участке, раз Чапаева до Московской. Ну, вот так как это было воскресенье, я проехал спокойно. Было прям... Ну, по выходным люблю ездить и снимать, потому что меньше машин и меньше заторов. Быстрее все это можно проехать. Ну, конечно, сейчас снега на 17 января. И сегодня это монтаж делаю. У нас сейчас больше, намного снега. Снегопад прямо от души. Каждый день. Гараж чищу, машину откапываю. Здесь подъезжаем на улицу Рахова. Сюжет также есть. Переезжаем. Ну, прижимайте. Всегда старайтесь, когда будете переезжать Рахова, я правее прижимаюсь. Потому что, как я сейчас проехал... Ну, это было воскресенье, еще раз повторюсь. Потому что налево уезжайте и встанете. Лучше прижиматься чуть правее, чтобы переезжать в этом проекте. Вот проезжаем, вернее, доезжаем до улицы Астраханской. Сюжет опять, повторюсь, есть. Смотрите. Рекомендации буду вставлять наверху. Смотрите. Нажимайте. Здесь мы вот пересекаем трамвайные пути. Ну, проехали. Вот проезжаем МВД-институт или, как его назвали, МВД-училище в мое время. Здесь, как видите, трамвайные пути идут в депо. И я как заметил такой тенденции, где трамвайные пути, там почему-то дороги у нас чуть хуже, как другие. Ну, это такой небольшой нюансик. Стоит школа многострадальная. Вернее, отчет не осталось никак ее не реконструируют и никак ее не снесут. Доехали до улицы Университетская. Она односторонняя. Как и следующий будет Степан Разинов. Ну, с левой стороны лечебное заведение. Здесь тоже небольшие, прям кварталы такие и светофоры. Здесь мы сейчас Степан Разинов, тоже односторонняя. Вот видите, депо, давай, островая на пути. И все, и доезжаем до улицы Откарской. На этом как раз участок Утихова в центре заканчивается. Но это надо еще переехать в РЖД и автовокзал, и там продажи. Там небольшой участок вообще Путякова. Как бы внутриквартально бы его назвал. Здесь вот на Откарскую повернули. Здесь она двухсторонняя тоже, Откарская. Но у нас главная дорога была. И вот подъезжаем к улице Московской. Все никак не собираюсь снять, никак не получается. Здесь мы уступаем. И прямо нам нельзя, потому что там кирпич висит. Вот привокзальная площадь. Прямо если проедете, вместо высочки посадки пассажиров, там можно проехать. Но мне туда не надо было. Я свернул здесь. От памятника Дзержинского. Здесь пропускаем и пешеходов, и кто справа ездит. Там заворачиваемся. И кто видел сюжет, досмотрел Большая Казачья, вон здесь синие здание. Оттуда я выезжал и вот тоже на привокзальной площади попадал. Вот опять возвращаемся на Откарскую. Ну и дальше можно направо там сейчас уйти по московской. Или обратно по Откарской прямо до Кутиково. Ну кому как надо. На этом будем с вами прощаться. Спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто пишет, кто комментирует. Огромное спасибо. Ваше пожелание. Я говорю, записываю и буду делать это, что вы просите. На этом берегите себя. Пока-пока. До новых встреч в новых сюжетах. Следующий сюжет пока не могу сказать, какой будет. Еще ничего не снял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok